Братья, нам нужно понять, сестры, я это обращаюсь в первую очередь к вам, у мусульмане, для того, чтобы вы правильно призывали к исламу, а потом уже обращаясь к неверующим людям, говорю, что ислам это не арабская религия. Ислам, как об этом заявляют некоторые люди, ислам это религия для всех народов во все времена, до самого судного дня. Да, Всевышний Аллах выбрал арабский язык для того, чтобы донести на нас религию. Но, братья, есть разница между арабским языком и арабскими обычаями, потому что в наше время, братья, 22 арабские страны. Правильно, 22 арабские страны, Барак-Хлауфикум, то есть страны, где официальный язык арабский. И при этом у каждого обычаи свои, у каждого менталитет свой. Мы часто, мусульмане, братья, сами становимся причиной отвращения наших народов от ислама. По той причине, что мы приходим к ним с чем-то чуждым для них. Вместо того, чтобы призывать людей к исламу, мы начинаем навязывать им арабские или какие-то восточные обычаи, думая, что это часть ислама. И этим самым мы даем повод этим людям говорить, что мы, мусульмане, навязываем людям что-то восточное или арабское и тому подобное. Давайте приведем пример с арабской одеждой. Камис, вот эта арабская рубаха, братья. Из арк, как носят йеменцы и так далее и тому подобное. Приезжают братья, начинают ходить в этой одежде в наших республиках. И говорят, что надо носить камис и так далее и тому подобное. Или женщины, сестры, Барак-Хлауфикум одевают хиджаб в соответствии с, как носят его, например, в Саудовской Аравии. В Саудовской Аравии или же в Эмиратах и так далее и тому подобное. При том, что у нас условием хиджаба, есть у нас Барак-Хлауфикум хорошая книга «Условия мусульманского хиджаба». На канале Книжная полка, ссылка будет под этим видео. И ученые говорят, что условием хиджаба является, чтобы он был широким, чтобы он не был прозрачным. То есть широким не обтягивал органы тела, чтобы не был прозрачным, то есть не было видно цвета кожи. И чтобы он не был привлекающим, и чтобы он не был уподоблением неверующим. И нигде не сказано, что должно быть какой саудийский фасон. Потому что мы даже, если по словам арабские страны, саудийки, допустим, носят с головы вот так вот одно хиджаб до самых ног. Египтянки носят с головы до колена, а снизу одевают юбку или платье. Правильно или нет? И это соответствует нормам шариата, и это соответствует нормам шариата. Здесь, мы видим, например, в Судане одевает то, что называется сари. Правильно или нет? Женщина полностью закутана в одежду. А если еще кто-то видел здесь, ну, в этом же сари ходят, и лица закрывают, даже паранжу закрывают и так далее. То есть не привлекает внимания и широко. Правильно же? И непрозрачный и так далее и тем подобным. Тоже соответствует шариат. Поэтому в наше время, люди и сестры, которые говорят, допустим, в наше время, вот у нас воюют с хиджабом, там, туда-сюда. Нет, нет, вы сами причина. Вы оденьте свою национальную одежду в нормах шариата. То есть ты, например, находишься, допустим, например, в Кыргызстане. Одень одежду, киргизское платье, широкое, на нем, допустим, пусть даже будут какие-то узоры, там, как у киргизов есть и так далее. Пусть хоть кто-нибудь попробует тебе слово сказать. Во Аллахи, нечестивцы, фасики, атеисты встанут тебе в защиту. Почему? Потому что ты посягнул на кого? На наши киргизские обычаи. Никто не будет говорить, что кто-то против хиджаба. Все будут говорить, что против киргизской одежды женской. Дай Аллаху смотоли баракат этой республике и всем другим республикам стран Средней Азии, Кавказа, Татарстана, Башкортостана и других мусульманских республик. Средней Азии, Кавказа, Татарстана и других мусульманских республик. Средней Азии, Кавказа, Татарстана, Башкортостана и других мусульманских республик. Средней Азии, Кавказа, Татарстана и других мусульманских республик.